Мы смотрим Dreamhack Open Valencia. Все любители Counter-Strike, я уверен, готовы посмотреть это незабываемое путешествие в рамках Норсов против LG. Напомню, что LG проиграли первую карту, причем проиграли ее очень грустно, и это была их собственная карта, они пикнули до Инферно. 16.7 закончился у нас бой, и сейчас у нас будет карта, которую взяли себе Норс, и это будет не только Демираж, который они играют очень-очень круто, так еще и это будет карта, которую проиграли Ел и его компания уже два раза на протяжении этого ивента, они проигрывали вчера и позавчера ее. А мы отправляемся к нашей замечательной, самой горячей, самой невероятной, и не только карте, и не только карте, но еще и горяченькой штучки, которой всегда мало, без которой, конечно же, наша игра не имела бы вообще никакого смысла, потому что Мираж — это жара, ковры — это жара, и, конечно же, тот самый Luminosity против Норс в гранд-финал. Атака от команды Luminosity. Не, ну не, ну было уже, очень плохо было. Давайте, очень плохо было. Ну, именно в смысле, это луз. Просто человек, человек — фаталист. Не, я не фаталист, я просто, понимаешь, ощущаю одну истную вещь. Luminosity проигрывали все Миражи. Если они сейчас выиграют этот Мираж, это будет нереально круто, это означает то, что Норсы что-то здесь сделали не так. Пистолетка, опять же, вот если это будет третья пистолетка подряд, это одна из тех пистолеток, которые вы можете засчитать мне в актив. Но, судя по всему, нет, потому что Валда взялся уже очень серьезно на Форесте. Luminosity, кроме этого, выходит с маркета, им в спину выстагает. Хенни, хенни, хорошая работа. И теперь все, все. Luminosity берут три из трех пистолеток на протяжении этого Best of 3. И если кто-то еще там мне скажет, о, Кристо, ну и ты же говорил, что вот они много берут пистолеток, вот они берут много пистолеток. Все так. Тут особо добавить нечего. Да, ну ладно. Сейчас опять влетит какие-нибудь 0.5 от LG, а потом они вспомнят, что у них больше раундов нет. И они плохо играют на атаке. И будет все очень плохо. Ладно, 5 может не влетит, но если Форс переживут, влетит, скорее всего, три стандартных пакета акций. Под балконе чекается, убивает неплохо от Некиза, влетает прямо на прыжке, все красиво, хорошо. Хренни минусует Вальдемара. Кербес в чешке поело отвечает. Этого мало. Здесь еще позиция. Опа, Миксвилл тут Юспастила забрал. Здесь может быть какая-то история интересная для команды Норс. Лукаса попали, но не убили. Вот это плохо. Ну, нужно действовать от МСЛ. Если он умирает, то тогда сейвить. Если не умирает, соответственно, работать. И капитан команды Норс почил в бузе. И возможно, что Миксвилл стоит отойти все-таки. Но нет, Кербес бежит в спину. И без диффуз-хитов, честно говоря, крайне сложно будет что-либо здесь делать. Да, это сейв. Спасибо. Спасибо, Миксвилл, за проявленное терпение. В этом раунде Лимнесситы выходят на счет 2-0. И здесь до 3-0, скорее всего, образец заберут. Потом первый девайсный раунд. И посмотрим, чем он закончится все-таки. Ну, там как раз поближе будет понятно. Лукас еще Кербес забрал. Это, конечно, арморы не покупали, да, на чайни? Скажите мне, пожалуйста. Не. И спасибо. И там Мактен и там Чешка. Мактен и Чешка в итоге. Хотя там вообще-то 2-0 у товарищей. То есть получается, что Чешке там пара гранат была. Короче говоря, сейчас Мактен, Чешка и 3-0 спа должно быть. Потому что ребята без денег. Вообще-то, на самом деле, с таким количеством денег это были либо гранаты, либо арморы. Поэтому я мог быть неправ. Заход в половой на А, при том, что 5 человек на Б. Не угадали. Не, они просто... Это нормальная тема. Они просто не угадали. Бомба на А будет поставлена. Третья для команды Лимнесситы. Команда Норрса застакается вместе. И пойдет... Возможно, кого-то поищет. Чепенцы какой-нибудь. Который, скорее всего, будет искать их. Так... И это должен быть человек с фармганом. Это как раз Ел, вообще-то. Так им и является. Ел должен отлетать по-хорошему, если не уходит. Потому что он должен не уходить. Ел не уходит. Вот это нормально, потому что так и должно быть дальше. Здесь вот вопрос в другом. Сколько еще они смогут забрать? Не получится, наверное. Да? Мало ХП. Ну-ка и стил соберет всех. Соберет и всех стил. И последнего. Неккес украл. Ну ладно, хорошо. Стил квадрокилл. А мог бы быть эйсик. Но нет. Вот он девайсный раунд для команды Норрс. И здесь очень важно понимать, что если они сейчас это все дело не берут, мы можем увидеть абсолютно такие же Дэмиражи. От лиминности которых были недавно. Они берут пятерку. Допустим. Да, там четверку, пятерку, шестерку. Потом у них кончаются идеи. И все будет очень плохо. Но до этого мы дойдем чуть позже. Ну, напоминаю то, что против СТУ была встреча. 5-0. В самом начале лиминности брали. И французы умирали, умирали. Здесь уже начало хорошее в первом девайсном раунде для датчан. Ихзол получает опен килл. Приседает стил. Погибает от хаешки Хене. Ой, Рафлан поминки. Это бывает. Я сейчас буду объяснять, что произошло. Нет, ну а в смысле, а что здесь объяснять? Хелик получил много дэмеджа от парня в коннекторе. Соответственно, остался слой хп. Была закидка хаешки в окно. Но в окно она не попала, попала по своему тимой. Не-не-не, просто тут еще шутка вся в чем. Стил вот только недавно рассказывал, пока у нас время есть, рассказать, что, мол, братья живут на окраине Бразилии. И иногда я их португальски не понимаю вообще. Я физически не понимаю, о чем они говорят. Кто говорил? Стил говорил про братья в Телес. Поэтому, возможно, еще он сказал, что, мол, ребята, у меня там мало хп, но туда уже залетела хаешка. Да нет, я думаю, что там, на самом деле, просто одновременно произошли факторы оба. Ну, то есть и дэмедж полученный, и хаешка летящая. Все равно красиво сделано. И хае просто, наверное, могло быть закинуто в винду, если бы она четко попала, все было пок. Но Йел, кстати, начинает камбэчить этот раунд в стрельную. У него есть папа Волдемару, и Волдемар после полученной информации еще и скончался. И вот теперь еще и проблема у Керби с МСЛ. Мы знаем, что МСЛ не лучшим образом отыгрывает данный чемпионат. И Солан Гельн тоже может подвести. То же самое касается Керби, если он невероятно с сумасшедшим прицелом. Можете, кстати, заценить его в окончании этого раунда, если он все-таки будет стреляться в конце концов. И вот он Йел, да, убивает Керби, и МСЛ остался один. Это раунд, который только что 2 в 4 выиграли Люминосити. После убийства своего собственного тиммейта на миде ранних потерь. И да, 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 Йел, молодец просто. Триплкил с ВП. То, что нужно на полуфинале. Он также показывал у нас эйс и квадрокилл из Вайпа в ситуациях примерно похожих. И здесь возвращает свою команду в конкретно микромоменте. На самом деле, МСЛ на этом турнире не так плохо играл или даже вообще-то хорошо в некоторых моментах. Возможно, этого недостаточно для того, чтобы сказать, что он вообще хорошо играет в последнее время. Вот, это я. Я немножко противопоставлю себе против тебя, хотя бы в данном случае. Противопоставлю себе против тебя. Я бы противопоставил тебе против себя. Здесь сегодня не побывал. Мы с Олези, с Микселом остаемся втроем. Это три дегла. В итоге. Тебе понравилось. Я чувствую. Мне говорят, зачем еще противопоставлять против? Если можно противопоставить кого-то с чем-то или с кем-то. Можно противопоставить за. Противопоставляю за. Нет, Russian language is so fucking great. Это просто не Next Level. Next Level Play. Миссель вместе с Микселом. Нормалин, Нормалин, спасибо этим парням. Вообще, я могу сказать одну вещь. 5-0, ни переговор, ни сотой секунды. Но, но, то, что Норсы проиграли предыдущий раунд, может немножко ударить их по марарке. И дать уверенности Йеллу. Может быть, Миссель остается последней. Ребята в четыре лица будут дальше продолжать. Бороться бомба ТНА. И, соответственно, пошел Люркач на Мисселе, чтобы Матеса забрать и Калаши ему не отдать. И подождем. Потому что ничего не происходит. И Эншпиль будет прямо сейчас. И вот мы подождем. Эншпиль будет на следующем раунде. Если ЛГ берут там раунд, то это 7-0. И из-за 7-0 можно еще и не выйти. Из депрессии, которая находится. Таким, но следующий раунд будет супер важным. И супер сложным для ЛГ. Я даю 20% или 25%, что они его берут. Просто потому, что Норсы знают то, что А у них хороший закуп, Б у них лутовапы, С у них есть тот самый счет, который нужен, чтобы вернуться. И, ну, вы знаете, имморталсы, точнее, имморталсы, Люминосити не брали данную карту ни разу. Два раза ее играли. И оба проиграли в салат. Одну 16-3, другую 16-8. Да. Но проблемы будут как раз под последнюю половину атаки. То есть у них будут идеи на первую и не будут идеи на вторую. Но не должны бы быть, потому что за такое короткое время вроде не должно ничего особо меняться. Норсы об этом сами знают, кстати говоря. Сами в курсе, поэтому совершенно спокойно сейчас будут решать проблемы, которые немножко снежным комом на них накатились. Так бывает, ничего страшного. И, возможно, Дима здесь прав с точки зрения процентажа выигрыша команды Люминосити. Но бывает вообще-то все. Эйзи, кстати, не играет 0-0-5. Не стреляет в смысле 0-0-5. Грустно пока что. Так, смотрим ранние поджимы от Эйструпа. Ты уверен в своей стрельбе? Ну, неплохо, неплохо. Хенни практически тоже умер. Миксулл там еще добивает Йела. Тот находился на апартаментах. И теперь проблема у Люминосити. Ну, как я и говорил, этот раунд тот самый. Некис, кстати, дает нам надежду. Дарит надежду для Люминосити. Конкретно в этом выходе на бэплайн в Соленую. Переноска будет бомбы от Хенни на эту точку. По информации, Миксулл тем временем уже заходит с интерграунда и может пересечь С4 перемещение. И Лукас слышится. Малдин все прекрасно понимает. Это минус. И все. Это теперь еще и минус по Хенни. Да. Крайне безотчетная игра от LG. Казалось бы, да? Фристайл помогает тебе максимально сконцентрироваться на собственном геймплее. И на геймплее команды. Но мы видим то, что порой совершенно безответственное от LG поведение. Выходы. Отсутствие чекинга, отсутствие какого-либо понимания таймингов в месторасположении, возможного месторасположения противника. То есть это немного не похоже на фристайл, я бы сказал. Это очень странно. Смог. Молик. Что? Мол. Ну-ка, 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 ну-ка. То есть именно он зашел, убил чувака на B, зашел, освободил там плен, дал им фото о том, что там никого нет. Его тиммейты подвели, не донесли до него бомбу, оба умерли. И он пошел и забрал C4. Какой хороший выбор в данном случае, именно А планта, потому что Керби его бы убивало, скорее всего, если он побежал бы на B, то есть типа процентов 80. Ну и так его убивают. Ну подожди, подожди, подожди. Да. Такое дело, что не хватало у Некиса все-таки возможности здесь. Здесь он сделал все на максимум, молодец. Копия Симпла. Вообще красавчик. То есть, я не знаю, очень-очень хорошо было сделано все. Я имею в виду про копию, это внешне, конечно. Вот. И сейчас мы будем наблюдать второй раунд, который должны брать Норсы, потому что им нужно сделать серию. Иначе у них будет ресет экономики, что означает то, что проблемы с деньгами, проблемы с девайсами, проблемы, соответственно, с раундами. Это 6-7 раундов для люминозити и возможные выходы уже на доминацию на первой половине. Флешки прилетели. Поэтому так важно забрать именно сейчас именно этот вместе с предыдущим. Керби. Стил уже снимает Вальдемара. Стил будет закидывать Самочевецкий под А, Мулек под дефолт. Так, я все-таки опять с фристайл, плеем вот эти вот вещи на Б-планете немножко вне таймингов. Вообще не ожидают здесь оппонентов. И люминозити на этом еще раз играют. И уже три лица у команды Норс в живых. И уже два, кстати говоря, это вероятный шестой, потому что в два не затащат, вероятно. Возможно, кого-то заберут. Не находятся пока что в одной позиции. Вот теперь под кроссфаером друг друга, точнее, на друг друга могли бы сыграть. Но и это в итоге не получится, потому что падает МСЛ. Эйзи против стила. Стила перестрелят, одного человека люминки теряют и замыкают, соответственно, Эйзи. Это был тот самый Некес. И еще 300 баксов тому, кто поставил бомбу. Прекрасно, замечательно. Пока что для команды на стороне атаки, это, кстати, именно та самая LG, у которой эта атака отвратительна. Но в данном случае вообще-то все получается. Ладно, окей, не все. Но получается настолько, чтобы ломать экономику оппоненту и потом на этой вот стратегической волне забирать серии раундов. То есть они уже прошли где-то 2-3 волны, начиная с пистолетки, у них все получилось. С пистолетами выходят Норсы. На пуш ковров верхних, причем в соло. Можно было бы даблоить СЗ, например, за пуш и так у нас Нави регулярно играли где-то в году 2017, наверное, даже 2016. Лиминозити, в свою очередь, гуляют. Просматривают яму, просматривают мейн, просматривают коннекторы. Есть информация по апам на B. И пуш Керби закончился неудачно. Лукас все-таки прочекал. Хотя тайминги могли подвести Лукаса, и Керби мог бы заполучить чужой автомат. И кто знает, кто знает, может быть, этот автоматик привел бы к контр-наступлению датчан. Но нет, Лиминозити, скорее всего, заберут себе 7-1. И это уже очень хорошее начало для них на мираже. Напомню, что с атакой у них обычно больше проблем, чем с дефенсом на большинстве карт. Но на мираже у них проблемы и с тем, и с тем. На протяжении двух, сыгранных против ЖТУ и коллектива под названием Хероик. От Матеса залетает, это даблкил. Это приятно, прям 2 на 2 ситуация. При этом Ел здесь все еще бегает. Ой, молик неприятный, Ел в итоге не поставит эту бомбу. Не хотел наставить ее на дефолте, хотел немножко поближе. В итоге в угол по 90 не ставит, я думаю, что Матес кроет ему лицо. МСЛ, наверное, делает квадрушечку сейчас. Вот она квадрушечка для МСЛ. Второй раунд для команды Норрс. Дальше улыбается, конечно, улыбается. Дальше, чем шестерку, не отпускают ребята из команды Норрс своих оппонентов. Ну, это хорошие киллы. И второй даже еще лучше. Ой, какая красота, прям вообще супер, супер клево. Так, что там по деньгам у ребят из команды LG надо посмотреть, потому что у них уже был один раунд, где не совсем все было. О, вот оно. Вот они, последние деньги. Вот это интересно. Если Норрс это вытаскивает, все будет очень интересно. Но на Аплент с гранатками, на Дельпан, на Стейрос, вероятно. Стандартные две гранаты полетят. Молик какой-нибудь может еще кинуть или оставить на подбалконе, например, и так далее, и так далее. Хотя Молик в подбалконе делается вот с этой позиции. Будет ли Лукас кидать, у него есть этот молотов. Сначала простреливает. Ну, в общем, гранаты полетели. Лукас, да, тоже Молик кинул. Ну, в общем, стандартные гранатчики. Поехали. Одну позицию убивает. Вальдемара, правда, разменят сразу же господина Некиза. Стил пытается понять, что вообще дальше делать. Пока что сидит сэндвич на Аплент. Вот только сейчас вот еле-еле все-таки люмики выбежали и заняли некоторые позиции. До свидания, товарищ. Потому что Керби вану и смог видеть оппоненты между смоками. Точнее, Керби дальше будет со Стерос. Возможно, работать. Нет, это идет назад. Бомба не поставлена, к слову. Ну, до нее надо добраться сначала. То есть она потеряна. Она лежит у коннектора, на самом деле, просматривается. Да, она просматривается коннектором. И Лукас, оставшись в спине, чекает заходы от Вальдемара. Если вообще они сейчас столкнутся, то есть шанс неплохой, что лимоноси смогут восстановить претест сил. И выиграть здесь нет. Нет, не чекается Валда, не читается совершенно. Здесь Лукас не смотрит эту точку. Валда сейчас просто убьет троих. Раз. Два. Три. Красиво. И просто. Квадрокилл для Вальдемара. Тот самый третий раунд. Нету денег у команды Лимоносити Гейминг. Потому что было 150 баксов. Проиграли несколько раундов подряд. И сейчас будут недефолтные пистолеты. Плюс некоторое количество гранат. Насчет килларов я не уверен. Вообще-то сейчас посмотрим. Так, чтобы не особо богато-то. Не-не-не, без арморов. Не-не-не-не-не. Вот такое все. Маленькое, скромненькое. И 2000 оставляют на следующий раунд. То есть будет типа 400-тире вот что-нибудь там. 5-100. Вальдемар. Поджим. Первого. Второго. Сложно. Но получилось. Кстати, отличный контроль спрея. Прямо очень хорошо здесь было сделано все. Вот он Керби. Со своей стальбой. По первому человеку было заметно. Вот это вот во все стороны. Но то ли это ему помогает, непонятно. Короче говоря, выглядит со стороны очень странно. Но, возможно, помогает. Окей. И вроде как и девайсный раунд от команды LG должен быть прямо сейчас. И вот опять, да. 4-400 там бюджет тире. 5-100 плюс-минус. 4-400 вот. 4-200. Да-да-да-да-да. Даже, кстати, не 5-100 в рубль. Нужен просто один герой от Luminosity. То есть нужно, чтобы Хенни снова включался в борьбу. Возможно, Нейкес показывал какие-то хайлайты, которые он демонстрировал вчера. Это единственный способ выиграть для Luminosity в этом Best of 3. Я говорю не конкретно эту карту. Ну, да, они продажами Демираж, которые, ну, может быть, они там еле-еле вытащатся все-таки. Хотя счет в данный момент хороший. 4-6. И может показаться то, что Luminosity на самом деле впереди. Но это не так. И начнутся вот эти вот проблемы, да, с макроигрой. Потому что надо выезжать за счет стрельбы. Стрельба не всегда удается, потому что Норса не самые слабые в этом моменте. Сверху всего этого на атаке нужно придумывать тебе что-то. А играется пока дефолт. Просто дефолт. Каждый раз один парень на АПах. Занятия вдвоем на миде. Я вот сейчас в МСЛе ошибся, кстати, совершенно непонятно почему. Он вообще туда пошел. И Керби, посмотрите на этот АИМ. Я просто... Тоже видел, да? Я постоянно его вижу. Это неинтересно. Это просто лютая дичь. И дело не в том, что это неправильно по отношению к одному человеку. Все окей. Но когда ему приходится сбрыть по двум. Ну, в смысле, по одному, потом выходящему второму. Это почти всегда тотальная фиаско. Ну, ладно. Валды убивает одного. Энди второго. Тетяний все-таки смог сделать один килл. Но этого недостаточно. Норсы забирают себе пятый. Скорее всего. И шестой. По причине того, что у бразильцев не была поставлена бомба. 3000, да. 3000, по-моему, 300. Этого недостаточно. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И вот так это будет у нас... Что там? Пистолеты опять? Да. Пару стивуларов. Вообще-то один. Несколько смоков. Ну, вероятный выход на шестой. Но пару человек у Норс должно бы отлетать. Потому что деглы все-таки способны справляться с оппонентами. Есть инвестиции под А-ковры. Причем в количестве двух тел. Бомба пойдет ли на ковры или пойдет на яму. Если бомба пойдет на ковры, то зачем здесь так много людей? Не в смысле. Понятно, что это может быть выход из балкона, например. Но да, с пистолетами, да, с прыжком. То бишь, типа, где-то там за дефолт ставить бомбу под прикрытием деглов всех остальных пистолетов. Вроде как бы и понятная идея. Но почему вы не ждете своих товарищей, которые еще не успели? Вот у меня такой вопрос. Ну, стил, да, взрывает одного человека. То есть команда Норс обязана была здесь по кого-то вытянуть. Потому что пистолеты такие сильные в LG. Но опять же, почему так? Почему в две волны? И одна не в попад, а вторая в никуда. То есть что-то такое, да, вторая в никуда. Ну ладно, окей, допустим. И как раз вот шесть раундов, да? И здесь вот у них кончается идея. Все. Дальше Норсы будут побеждать, наверное, или до конца половины, или LG возьмут еще один раунд. Так и есть, так и есть. Надо сейчас посмотреть, насколько способны Люминасти бороться в окончании первой половины. Потому что шестерка, с одной стороны, их будет устраивать. Но из того потенциала, который они развили в самом начале первой половины, они могли бы выйти и на девять раундов, и на десять раундов, и даже на одиннадцать. Но нет и нет. Они были остановлены северянами, которые все еще очень грамотно работают. Несмотря на ошибки отдельных игроков, да, предыдущим, например, конкретно с MSL, это было связано все равно даже какие-либо плюсы ситуации 5-4. Ситуации вот-вот снова MSL нету. Микс волна, прикрытие. Убивает одного товарища, выходящего на B. Неки сразу же на размине. Это, возможно, седьмой раунд для бразильского коллектива. Поставили бомбу, ездив у скиты, у норс, но только один смог, и они сейвят. Да, не сейвят, понимая то, что денег слишком мало. Играют они на грани, хотя у того, что СОП или это не сейв. Я не очень понимаю, у Керби 11800. Я не прав? Он хочет купить себе домик в деревне. Ты хочешь купить себе домик в деревне? 25 штук. Ну, серьезно, у Керби 11800. У Микс волна 7950. И они сейвят. Но домик ты хочешь или нет? Не знаю, понимаешь, что остался 14 и 15 раунды. И, типа, у его тиммейтов не хватит. И даже если он будет дропать, то, может, не хватит. Ну, вот он и умер. Ладно. Ладно, сейв так сейв. Такого качества? Ну, что-то типа по 6-100. Это фулл-бай и фулл-бай, соответственно. Для одного человека, грубо говоря. Но, наверное, я бы здесь согласился. Но у Маркуса тоже и не получилось запереть оппонентов. За их где-то фрагировать под конец раунда прошлого. Ну, ладно, вот он 14-3 на ваших экранах. WVP, кстати говоря, Лукас ел. Но, может быть, и не ел сегодня. Я не в курсе. Но Лукас ел все равно WVP. Лукас уже убивает Угдемара. Что-то от Микс его очень приятное по хрене залетело. Прямо что-то шоколадно как-то. Все еще 4 на 4. Эйзи в подполкование, скорее всего, уйдет после того, как раскинет гранату. Нет, стоит все-таки в упоре. Никуда не уходит. Под цемент будет играть дальше. Маркс врывается в андерпасс. Будет чекать подходы под Б. И будет давать кучу информации своим товарищам. Нет, не будет врываться. Его, видимо, зовут обратно. Нет, не идти, ты там умрешь. И в итоге он выходит на коннектор обратно. Ел. Гается, глубже на мид. Да, не думаю, что Норс уже заняли точку верхнего мида. И могут там получить определенное преимущество. Но не тут-то было. ЛГ в конце концов выходит на апы. Здесь их будет ждать МСЛ. Его позиция СВП важнейшая для этого раунда. Хотя, скорее всего, да. Это дабл фейк на Б с выходом бомбы на А. На поздних таймингах. Или, возможно, просто перетяжка бомбы на Б. Неизвестно пока, чем если закончится. Но МСЛ уже видит противника в прицел. Стреляет. Тут особо проблем у него не было. Никаких люминосити. Решили с одного. Второго от второй снайперской винтовки уже Миксло на Апленте. И это 2-4. Ситуация, в которой у Лукаса и Стила нет практически никаких шансов. Они, конечно, могут убить МСЛ. И будет ситуация уже намного попроще. Но к этому моменту мы видим Керби и Миксло уже перетягиваются. И Лукас падает замертво. Стилл остается один. Это все-таки 7-7. Временная ничья снова у нас на экранах. И у Норсов будут деньги и будут девайсы на следующий раунд. На последний, заключительный в первой половине. Больше интересует, что там у Лимоности гейминг. Я вижу, что 3-700 есть, 3-500 есть и 3-500. Этого будет вполне достаточно. Хенни Йелл, ну уж как есть. Стилл выкинет свой калаш, купит себе следующий, другой калаш. Это минус 2-700, значит на 1000 закупит. Те гранаты, которые он сможет закупить. То бишь Молик смог флешку, например. Допустим. И, 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 и. И остальные. Даже две флешки, кстати. О, плохой я математик. Нормально. Прям приятненько, хорошо все. Окей. Рожби, my comrades, fellow comrades. Серьезно? Серьезно? Нук, 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 нук. Очень быстро. Бегут, бегут, бегут. МСЛ. Бум. МСЛ в ножку попал. Успел ли отбежать? Вальдемар за форестом. Здесь горит Вальдемар. Вальдемар, ты сгораешь, друг. МСЛ. Сейчас еще кого-нибудь похоронят или нет. Нет, не получилось. Будет возможно отлетать. Это может быть. Раунд для команды LG. Так, так. МСЛ. Челкает прицелом. Пытается хоть кого-то найти. У него это, получается, остается только ел. Нет, не может быть. Уже не остается. Уже не остается у него ничего. Что ж, первая половина уходит в пользу Норсов. Особенно связи с тем, что они играли на сильной стороне Миража. Это очень и очень даже воодушевляет. Если взять... Ну, если вы болеете, конечно, за любяности. Но, в общем и целом, после хорошего старта бразильцы немножко подстали. И могли бы вытащить, я думаю, 9 и все 10 раундов на первой части карты. Напоминаю, что они проигрывают уже в этом Best of 3, в гранд-финале DreamHack 1. Точнее, конкретно, D-Inferno. И сейчас на D-Mirage. Имеет возможность либо, соответственно, вылететь, точнее, отдать первое место своим оппонентам, либо все-таки выйти на третью карту, которая у нас будет D-Train. Если мы до него дойдем, да. Потому что на защите попробовать нам в лимоности гейминг показать что-то интересное. И начнут с пистолетного раунда, который у них есть большие шансы выиграть, потому что все-таки пистолетками они очень-очень хорошо владеют в рамках всех матчапов на данном турнире. Так можно сказать. Это реально их прям сильная сторона. Это реальная фишка. Это реально работает. И вот он. Второй пистолетный раунд. Под пальмы. До смены Ассатурейшена будет начинаться. Стилл что там? Смог у него и Дефьюз киты. И два саппорта, кстати говоря, от команды Норс. То есть тут прям все плотно-плотно-плотно. Ребята хотят просто закидывать это Б, флешировать это Б. Ел уже врывается в андербасс. Может похоронить оппонента, который закидывает гранаты. И у него это получается. Ел двоих взрывает. Тех самых закидывальщиков. Хенни вот этого. И спит. Нет. Ну ладно, бывает. Это был ключевой на самом деле фраг. Он мог здесь похоронить вообще всех у Норс. Ну, разменяться два в один в свою пользу. Было бы очень даже несложно это сделать. Но бывает. А им подвел. И Кербис с двумя хп, 72 у МСЛ. МСЛ включается в стрельбу против шарта. Люминосити. Выходит сами здесь. Лукас. Так, так. Ну. Ну вообще удерживать стоит противника. Никакого особенного смысла в том, чтобы именно пушить его нет. Лукас убивает МСЛ. Валде, размен, неплохой хэдшот на Лукаса. Ну и теперь вопрос в том, поставить ли бомбу. Да, удастся поставить дощанам бомбу. Это крайне важно, с точки зрения того, что они смогут выйти на третий раунд. Да, да, так и есть. Друзья, четыре пистолеток из четырех. Это я вам для справки. Это жестко вообще. И для статистики говорю. И не только для справки и статистики. Намекаю на некоторые вещи, которые случились у нас на предыдущем Best of 3. И здесь и сейчас LG творят историю. Я думаю, что они могут выиграть все пистолетки и проиграть финал. По-моему, это супер антирекорд какой-то. Это реально, действительно, действительно так. При этом, в целом, по статистике, которая была собрана, по-моему, в прошлом году, если выигрываются все пистолетки одной или той же командой, шанс победить у них в счет в районе 66% свыше, посчитали аналитики на реддите. Так, что там у нас? Вальдемар убивает Хейни, Лукас на размене. Вальдемар еще 2 кила. Неплохо. Вообще-то, что-то, значит, неплохо, очень хорошо. Пока что совершенно стандартный форс от команды Норос, с точки зрения того, что меньшинстве уже команды LG на этом самом форсе, у них очень тяжело получается против вот этих форсов от Норос. На Б-плэн спокойно ребята побегут, но нету ничего, чтобы себя прикрыть. То бишь, если Елл в упор встанет по таймингу правильно, а он не встанет по таймингу правильно, он уже не успел, вот теперь сложно может быть. Но это все равно девайсы, но Елл уже на пол хп получил, и в итоге от Вальда просто отлетает, бомба будет поставлена. Два человека, ага, еще ямку украли. Ну, слушайте, ну это форсов для команды Норос. В смысле, лиминасти не могут не слить форсбай, если что? В смысле, не слить антифорсбайный. Это их стиль игры. У них есть вот определенная идея, как проводить начало половины. Я серьезно, я имею в виду, ты видел, что происходило, он в предыдущем и предыдущем их играх, они просто стараются максимально зафейлить на антифорсбайном. Это достойный определенный типаж. Это называется Devil's Trade. Да. Ты за один прос как бы делаешь один кон, короче говоря, за один плюс один минус. Скилл 23 хп остается в живых, но не уходит далеко, есть его с бюрст мода на глоке, старает, ничего себе, это прям серьезно было. Но да, у нас прям как книга писана. Очень-очень предсказуемый Counter-Strike, я не знаю, как это возможно, но он такой. И правда. Все так. Ну тут, то есть, никак вообще не поспорить. Форс от команды Норрес, они его обязательно берут или почти обязательно берут? О нет, только не форс, пацаны. Counter-Force, это команда Лимнасти Гейминг, тот самый замечательный. 5-7 есть, 4 дегла, гранатки есть, хаешечка, но там вторая амора. Но тут Норрес соберут. Ну, должны по-хорошему. Я имею в виду, это оптимальный формат, МСЛ очень грамотно решает, что простой раскидочный раунд на А, это лучшее, что ты можешь придумать против форсбаа с деглами. Только если Йелл не приходит на гербе, который почему-то там находился сейчас. Ладно, бывает, случается, не открылись на яме, Йелл сделал 2 кила с дегла, без каких-либо суппортивных флэшек, без чего-либо. То есть, ему никто не помогал ничего здесь ровным счетом сделать, он просто сам наутюжил парней на яме. Тем временем, заход со спины от Хенни, которая может сейчас очень серьезно навредить Норсам, если никто не будет чекать спину. Так, Хенни, даунфу, говорит, пацаны, там и яме есть. У Ямы есть люди, у Ями. Ями, ями, ями. Хенни сейчас похоронит еще человека. Хенни! Братили справляется. Оп, 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 мне надо отойти немножко подождать, Некис, и вот сейчас выйти и в два лица попробовать Микс Виллоприняти. Отойти, отойти, отойти. 40 секунд есть, идти на бою, поставить бомбу. Денег зарабатывать нормально. Оскар Каналас пытается делать именно это. Можно на мидл пати, кстати. Я не понимаю ни одного слова, но пускай так. Не, я вроде разбираюсь. Спразы из Доты, в смысле, из этих имитаторских, типа Нормалин-Нормалин. Это, по-моему, Таиланд, да? Да, да, да. Минески сложно. Нормальная тема вообще. Микс Вилл обманул всех, думал он. Но на самом деле здесь все еще есть Некис, но Микс Вилл не знает об этом. И Некис говорит... Он поставит бомбу. Да, он поставит бомбу. А ножку-то не увидел, Некис? А ножку-то не увидел, Некис? Да, он и не должен был увидеть, братья. Там у нас X-Ray, у него-то нет. Не-не-не, в смысле, понятно. Не-не-не, я к тому, что Микс Вилл сел так, что Некис не увидел ножку, а мог бы сесть немножко неаккуратно, чтобы было такое же 350 тысяч миллиардов раз. Да, но... Но... Все так, как есть. Да, и Микс Вилл на яме. И будь у него немножко больше времени, ему хотелось бы, конечно, быть на апах, но у него нет такого общества. Кстати, у Некиса есть диффуз-киты, поэтому Некис сейчас находится на самом поле. И проигрывает перестрелку. Боже мой, он даже не стрелял, он смотрел в другую сторону. Е-не! Е-не! На мужика, но времени нету, конечно же, нету. Норсы берут раунд, в котором Елл, напомню, с чего это все началось. Елл сделал два килла, с дегла на Мэнни. На яме, на ямушке. Сначала по кирбоссу, а потом еще по кирбоссу. В общем и целом, это тот раунд, который должен заставить северян задуматься о том, что, наверное, надо как-то немного внимательно идти пошпилить. Может быть. Желательно бы. Прикрытия не было. На человека, который диффузил под яму. В итоге все-таки команда Норс здесь. У команды Норса получилось. Что там у нас? Эмка четыре. Два дегла. И два ЮСПА. Немка сохраненная, конечно. Ел. Ел ли ты сегодня ел? Сильно. Я все ждал, когда кто-то вынесет тут каламбур на эту тему. Я думал, это будет Анишара, но оказалось... Но я превзошел. Вальдемар убивает Лукаса, четыре человека остается командой Норс. Не, будем честно, я на самом деле, по-моему, в предыдущей катке тоже что-то урофлил на эту тему. Пытался смысл. Может быть. Эйзи убивает Ел, и в итоге 32 лица остается командой Норс. Один странный командой Норс незамедлительно будет Амзить, а Силк, Мякис, вдвоем тяжело. Даже вдвоем тяжело. Че? Че? Просто, как бы, там где-то Луна, такое ощущение, что мы в пароле живут в этот момент просто... Did you hit it? Да-да-да-да. Окей. Не, ну... Показывают нам, смотри, какого Викинга снимаешь, что пошел пацан прям. Так вот. Так вот. Что у нас дальше, вообще, что дальше для команды Luminosity Gaming? Ел и Хенни, дабл-ави-п. Не, тремки четвертых, вообще-то ничего, ничего нет, ничего нет, три смока, три кевлара, а, ну, вторая рама есть, ладно, каска одна на всю команду. Не, ну, бай грустный, но проблема-то в другом, что они молодцы, что играют в пуш, страту, с таким, с отсутствием гранат, да, когда у тебя нет гранат, типа хочется что-то поджать в первом девайсном, хотя Леша, например, вот по-другому считает то, что в первых девайсных раундах нельзя поджимать, это совершенно другой подход. Вот, ух-вх, о-о-о-о, да. О, да. Ой-ой-ой. Ну, вот, да. Ну, вот это не то, чтобы был плохой трек. Это было очень плохо от атаки. Реально, вот самый худший раунд Nord's на этом чемпионате, я уверен. Это было настолько плохо, насколько это вообще возможно. Молодцы бразильцы, конечно, ничего не скажу. Таким себя боем вытащили, да. это прям неплохо. Это просто дичь, я имею ввиду. Парни совершенно не поняли, что происходит, и у них не было стоп-крана, который бы им сказал, так, хватит видеть тут. Эй. Взял телевизор, убил человека. Алеша, прекрати. 11-9, это как 9-1-1, только наоборот. Потому что камбэк должен нам не ждать, или камбэк должен нам ждать. Ну-ка, иллюминаты в чат, пожалуйста. Две чешки-три, калаша от команды Норс, Хэнни уже в упоре, в пиксель сейчас будет стрелять. Все равно застрелил МСЛ, туда же флешку для того, чтобы остановить выход, но не остановить выход. Умирает от Керби. Хорошо, Керби на ноги вышел, прям очень приятно. Ну-ка, 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 ну-ка. Нет, это очень узко. Что это сделаешь? Ну, узко, узко, я же понимаю, что узко. Ну, типа, только выстрелишь в своего па куда-то, в потолок, но шансов на то, что попадешь там не так уж много. Керби вышел, подходишь к своего товарища, Лукас отлетел. Это, друзья, очень сильный раунд от Норс, у них не было вообще ничего, поэтому они просто рашанули Б. А, как вы знаете, Рашби работает. Это старая добрая вообще схема. Основа основ. Знаешь, это деревенский такой стиль. До появления городов вот сидели люди на земле в пещерке такие и Рашби. На дискотеке? Да. Как там это? Потому что есть Алешка у тебя, Алешка, все твои мечты. Ну, через дискотеку, ну что ты от меня хочешь? Я уже ничего не хочу, чувак. Я хочу посмотреть эту карту, потому что Норсы все еще показывают реально хороший геймплей, но огрызаются как могут силы, особенно. 23 кило от стила я давно такого не видел, чтобы капитан команды ременности тащил так жестко, имея у себя очень крутых исполнителей в виде Некиса, Хенни и Лукаса. И теперь уже к кербушкам. Идет вглубь планета Б. Здесь два опорника. Нужно их выбивать срочно. Так, находит одного. Флешки полетели. Стил. Стил. На! По одному не получается добить Натальгенни со спины. Убивает одного. Второго. Смак седьмого. Но второго, точнее третьего не получается. Денекис у нас в глубине. С деглом в руке. Миксел с Эйзи походу проиграют. Этот раунд очень сложно что-либо здесь продемонстрировать в такой позиционке. Но Эйзи! Хедшот на дальнюю. 1 на 1 против Лукаса. Боже мой. 1 в 3 ситуация, напоминаю, была. Сейчас он может делать квадрокелл. Может быть. Но у Лукаса есть дегл. И Эйзи делает этот квадрокелл. Это 13-й раунд для команды Норс. 13-й. И клатч. Это ГГ на самом деле. Не потому что это раунд с точки зрения того, что он 13-й. Или экономика. Или еще что-то такое. Это минус мораль. Потому что ты только что имел возможность сыграть 1 в 3. И ты тупо не застакался втроем. То есть вам не надо было открываться 1 by 1. Вам надо было просто подождать друг друга. Потому что вы знали, что противник загнан в угол. Нету никакого варианта. При котором вы выпускаете парня из Фореста. Потому что Форест это тупик. Просто тупик. Слева стена, справа стена. Сзади стена. Идешь только вперед. Да, ты там можешь мансовать налево-направо. Если дойдешь до самого планета. Но у тебя есть инфа. И ты втроем должен работать. И умирает 1. Окей. Остановитесь. Остановите. Надо было пацану дать выйти. Но нет. 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 И в конце концов вот отсутствие желания Сестакаса. И дали возможность Идзи сыграть. Остреливая 1 by 1. И он сделал свои 4 килла. В конце концов в этом раунде вытащил до своей команды мораль. И винстрик. Который приведет их сейчас к... К победе вероятно. Да. Да. Вероятно к победе. Потому что счет 14-9. Все очень-очень близко для северных королей. И могут они стать королями Валенсии. На некоторое количество времени. С следующего года. DreamHack Open. Ел. Добили. Ты нормально все получилось. Вальдо, правда, Неки заразменивает. И мы с вами все еще. Молик туда же еще и Лукас на джангли погиб. То есть, казалось бы, 2 кила отъело. Что тебе еще по жизни нужно? Но нет. 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 И еще раз нет. Искра за Молик. Решает вопросы с одним. Стрельба четкая. Сапов решает вопросы с джанглом. Стил, конечно, молодец. Воровался, убил. Один килл получил. Но нет синергии. Он не подождет. Хенни не мог ему ассистировать. Потому что он находился на шарте. Это вопрос, конечно, не к люминосите. Это вопрос уже просто к тому, что их топят. Как отят в ванной. И норсы должны выйти на мидл. И бэплэнт. К Хенни. Кстати, может быть, здесь у Хенни получится... Это давай шашлык? Шашлык, да-да-да-да. Какой-нибудь. Потому что на размене сыграть невозможно будет. С ВП не получится, согласен. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. При размене, точнее. Он пропускал. Он грамотно пропускал. Ну, понятно все, что он хотел сделать. Он хотел как-то... Крутая идея. В общем, собрать свой выстрел именно в кучку. Для того, чтобы сфокусироваться по двоим. Но не получилось, потому что его заметили просто. И это был тот самый черно-белый выход от команды Норс. Один смотрел в одну сторону, второй в другую. Для того, чтобы закрыть все возможные подходы выхода, соответственно. По вектору движения своему. 15-9. Команда Норс может выиграть этот турнир. И такой себе байд. Кому делим носите. Там Фомасик есть. Вимпи-9 есть. Вимпки есть. Дигл. Очень мало гранат. Очень мало всего вообще. Я на самом деле просто жду, когда вот сейчас люмы пойдут хоть куда-нибудь пушить. Подожди, подожди. Они не идут, походу. Не идут. То есть я просто вот ожидаю, когда же они пойдут. Потому что гранат нет. Что они делают? Уже надо рисковать. 15-9. Алло! Подожди, подожди. Они не хотят ошибаться. Вивер для Бразили. Ну, в смысле, они не хотят ошибаться. Надо ошибаться. Тут другого варианта нет. Тебя просто закидают сейчас банками и уничтожат. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим. Сейчас люмики выигрывают. Окей. Они стоят втроем на позиции аппланта. Отдали миддл. Норс этим не пользуется. Уже позитив есть, да? Что норсы все-таки будут идти из одной и той же точки. Из ямы вместе. Видел с Керпитом. Ее убивают одного. Ездит на размене. Дальше сейчас молики под ковры. Зачекали налево. Зачекали направо. Флешки полетели. Ел ворвался. Красавчик. Два кила сделал. Ну, опять же, два подряд раунда он делает. Два кила поможет этой его команде. Лукас в Ниндже сидит. Получает ПХП. Очень больно. Он будет там погибать. Этот товарищ будет там погибать. Стилл остается последний. И он не остается в тюрьме. Я не думаю, что нужно было это делать. Но ладно, хорошо. Ну ладно. Это смысл был ли у нас? Команда Норс выигрывает Рим Кокупин в Оленсии 2018 года. Вот он. Один из братьев Телес. Какая интрига. Тригонометрия просто невероятная. Счет 2-0. 16-7. 16-9. 9-9. LG показывали невероятный Counter-Strike. Геройский Counter-Strike, с которым они все-таки прорвались до гранд-финала. И, честно говоря, этот путь был и вправду очень хорош. Здесь без всякого сарказма. Ну и игра, вина. О, мой бог. Ну и результат, кстати, эксперимента Ави. Все-таки он должен быть доволен собой. Как раз его сейчас нам на экранах показывают спиной. Стоит он к нам. И бразилец Миксу, которого все в Испании, конечно же, сейчас приветствуют. Парни, которые сидят в зале. Он сразу же в испанском флаге, конечно же, за датскую команду покатал. Доволен, потому что... А, опыт получил. Бабки тоже. Кубок поднял. Сейчас, точнее, поднимет. Я думаю, кстати, что именно Миксу надо дать поднять кубок. Не то, чтобы он был в VIP. А, они его как раз ждут. Да, да, да. Они вот как раз, а он куда-то туда пошел. Он пошел с ног. И вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, поднимай. Давай, давай, поднимай. Поднимай. Он говорит, спасибо. И флаг не теряй. Подожди, подожди, подожди. Вот оберни. Всех оберни просто. Оберните Миксу. Кубок подними. Еееей! О, это так мило. Да, да. Ну, парню дали, знаешь, порадоваться немножко. Взяли его на один ивент. Неизвестно, что будет дальше. Возможно, Норсы захотят с ним играть. Возможно, нет. Это хороший опыт, чтобы показать то, что датчане все-таки способны не играть просто в вакууме, что они способны играть еще и с иностранцами, и говорить на английском языке, и что это может быть им комфортно, а может быть, совершенно нет, потому что всего лишь по одному ивенту невозможно сказать. Ну и вот он, кубок DreamHack Open. Как вы знаете, проходит их очень-очень много. Да, может быть, здесь не было самых топовых команд. Да, может быть, здесь не было самых интересных противостояний в этом мире, но здесь выявились те самые команды, которые не могут, а именно G2 и Virtus.pro, которые все еще находятся в очень-очень плачевном состоянии. Это подтвердилось их невыходом из групповой стадии. Что касается Luminosity, они наша новая надежда на то, что бразильский Counter-Strike обрастет не одной командой, а снова двумя, к которым мы привыкли во времена SK и Immortals одновременно. Ну и, конечно же, поздравляем Норсов. Они в DreamHack'ах могут и умеют. До этого, напоминаю, они обыгрывали HellRaters. В финале здесь они были уже фаворитами и сделали это очень легко. Честно говоря, даже не видно, что они там что-то сильно довольны. Да, нормально же, Спилка, как бы, Спилка. Но не запотели, будем честны, их вообще не запотели. Не, у них местами были, конечно, проблемы, но тут вопрос, да, действительно, что мы должны были ожидать от Luminosity Gaming в гранд-финале, в конце концов. То есть вот этот вот их стиль игры, но он их давил до гранд-финала, то есть кубик выпал таким образом, да, хорошо, допустим, помимо кубика там были еще вложения, естественно, и душевные, и физические. Это было видно. Мне кажется, они реально вот устали очень серьезно на финале, к финалу точнее. То есть третья карта, кэш, дался им очень-очень легко с одной стороны, с другой стороны они вправду там играли на максимум. И вот после такого сосредоточения сил они не смогли ничего показать уже против Nors. Ну, не знаю, это реально тяжело играть в таком формате, когда тебе надо именно два беста в три подряд. Кто-то говорит, наоборот, легче играть два беста в три подряд. Кто-то говорит, что проще начинать день и ждать одно беста в три и выходить в финал, как это делали Nors сейчас, просто по расписанию. Ну, уже сложная штука, ничего не сказать. В любом случае, мы были рады для вас освещать DreamHack Openvalencia. Опять же, самый интересный ивент этого месяца еще не прошел. Это будет, конечно же, Лига 1 миллионная с восьми командами. Я уже перечислял, какие. И напомню, что там нет ни одного коллектива, который бы не был бы в топ-10 HellTV.org, не считая Cloud9. То есть там семь команд из одного до семи, до восьмого места где-то примерно и Cloud9. Так что будет очень круто. Все это по реально удобному для СНГ-человека времени. Первые карты будут начинаться что-то около в восьми-девяти, по-моему, в девяти вечера, может быть, с лишним, так что... До двух-трех, наверное, плюс-минус. Да, да, ну и до двух-трех ночи. То есть ничего сложного по привычному нашему американскому графику не будет проходить. Вот. И этот ивент будет начинаться 21-го числа, если я не ошибаюсь. Что-то плюс-минус где-то до 27-го, 28-го, что-то такое. А до этого мы с вами уже... Нет, нет. Нет, там ничего до Лиги не будет. Я в смысле добавить еще то, что главное это человек, и им надо будет решать, кого еще взять.